Очередное заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ прошло под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Участники саммита сначала в узком составе, а затем в расширенном обсудили ключевые направления взаимодействия, актуальные международные и региональные проблемы. В сессии также приняли участие министры иностранных дел, министры обороны и секретари Совета безопасности стран-участниц ОДКБ. В своем выступлении президент Садыр Джапаров подчеркнул, что наша страна заинтересована в укреплении потенциала ОДКБ как многофункциональной региональной структуры по поддержанию безопасности и стабильности в регионе. Глава государства считает, что повышение политической составляющей и укрепление международного имиджа организации – одно из важных условий работы ОДКБ. «Крыговская республика всегда была, есть и остается приверженной позиции о необходимости решения любых разногласий, исключительно политико-дипломатическими методами за столом переговоров. На фоне нестабильной геополитической обстановки в мире, влияния негативных процессов на безопасность и стабильность государств-членов, нам следует опасаться возникновения в рамках ОДКБ кризиса доверия. Однозначно, разрозненность дружественных и добрососедских народов может быть использована в ущерб интересам стран, что недопустимо. Считаю необходимым консолидировать усилия в обеспечении безопасности на внутренних границах с учетом афганского фактора». Президенты стран ОДКБ продолжают выражать озабоченность по поводу обстановки в Афганистане. Так Владимир Путин подчеркнул, что опасность проникновения боевиков различных террористических организаций на территории стран Альянса по-прежнему велика. Поэтому нашим странам нужно продолжать плотную работу по линии компетентных служб в целях своевременного выявления угроз терроризма, экстремизма и наркопреступности. «Можно с удовлетворением отметить, что полученный в ходе миротворческой операции в Казахстане весьма ценный практический опыт был проанализирован нами и секретарем организации. Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важное решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, а также специальными средствами». В этом году на территории Кыргызстана прошли военные учения «Кобаль-2022» с участием подразделений спецназначения стран-членов ОДКБ. Садыр Джапаров отметил их успешное проведение и добавил, что кыргызская сторона и далее готова содействовать совершенствованию совместной оперативной и боевой подготовки для укрепления системы коллективной безопасности. «Мы члены военно-политического союза, которому исполнилось в этом году 30 лет, можем откровенно рассуждать о прошлом и будущем. Выражаю надежду, что будут сделаны правильные выводы и удастся не только сохранить, но и приумножить совместные усилия для повышения эффективности деятельности нашей организации». На повестку дня в зависимости от ситуации выходят насущные вопросы, которые нужно решать сообща. Произошедшие в текущем году события вызвали необходимость проведения лидерами государств-членов ОДКБ ряда внеочередных сессий Совета коллективной безопасности. По их результатам проведена работа по совершенствованию действующей нормативно-правовой базы организации, регламентирующей вопросы кризисного реагирования». По итогам заседания главы государств подписали ряд документов, направленных на повышение сплоченности альянса. Решением Совета с 1 января 2023 года генеральным секретарем ОДКБ станет представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов. Председательство ОДКБ от Армении перешло к Республике Беларусь. Александр Лукашенко обозначил четыре приоритетных направления белорусского председательства. «Все и с этим предлагается привести белорусское председательство ОДКБ под девизом «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности». Белорусское председательство предпримет все возможные дипломатические усилия, направленные на деэскалацию напряженности, уменьшение конфликтного потенциала, а также на повышение уровня взаимного доверия через совместные действия государств-членов ОДКБ. Это позволит зафиксировать лидирующую роль организации в вопросах обеспечения и укрепления региональной безопасности в зоне нашей ответственности». «Мы поддерживаем приоритетные направления, заявленные Республикой Беларусь на период председательства ОДКБ. Готовы оказать всяческое содействие для их успешной реализации. Выражаю надежду, что в период белорусского председательства сторонам удастся достичь взаимопонимания по имеющимся вопросам и реализовать все планы во благо общего мира и поддержания стабильности». Также на заседании было отмечено, что для всесторонней подготовки войск организации в следующем году Беларусь планирует провести ряд совместных тактических учений. Будет проводиться работа и по эффективному позиционированию ОДКБ в системе международных отношений, в том числе по расширению партнерских связей с глобальными игроками, такими как, например, Китай.